Белорусские танцоры покоряют международную сцену и попадают в объективы телекамер популярных телепроектов. На постсоветском пространстве существует несколько подобных шоу, однако именно в Украине танцуют все и идет уже в восьмой сезон. С универсальными танцорами встретился Андрей Козлов. Всем привет! Сегодня к вам из Минска приехал веселый Чижик. Чижик Илья! Вот с такой короткой визитки наши танцоры начинают свой путь на всевозможных танцевальных телепроектах, а потом выходят на сцену и устраивают настоящее шоу. В этом году сразу несколько белорусов попали в финал популярного международного телепроекта «Танцуют все» первого на постсоветском пространстве, который идет уже восьмой сезон. Илья Чижик решил сделать акцент на белорусских народных танцах и не прогадал, ведь у каждого на подобном проекте должна быть своя фишка. Когда видишь народный танец, любой народный, ты понимаешь суть этого народа. Почему именно так? А чтобы прийти к своей мечте, то порой стоит отслужить в армии, как это сделал еще один наш финалист Станислав Турмович из Мозыря. То есть если ты выбрал танцевальную карьеру, вот как я про себя говорю, то я считаю, уже нужно идти до конца. И не просто так работать, где-то зашившись в зале и все. Мне хочется выходить на свет, мне хочется подпитку зрителя видеть всегда, она мне очень помогает и поддерживает. Каждый танцор понимает, что пока ты отдыхаешь, твой соперник в эту минуту становится сильнее. Например, Стас Турмович во время съемок проводил в танцевальном зале минимум 9 часов, сейчас вот только на час меньше. Для Елены Подольской самым большим испытанием на проекте стал танец на пилоне, внимание, под водой. Пришлось переступить через себя, ведь девушка плавать не умеет. Вообще на подобных проектах танцоры должны быть универсальными, то есть по возможности владеть основами классического танца, понимать, что такое брейк-данс, хип-хоп, модерн и другие современные танцевальные стили. У нас очень много танцевальных школ, куда ты можешь ходить, заниматься. У нас очень много танцевальных коллективов, очень высоких, достойных. И даже это не все, быть хорошим танцором мало, важно быть индивидуальностью. Универсализм заключается в подаче себя как артиста и в собственной харизме, а у наших ребят ее хоть отбавляй. Прямые эфиры телепроекта начнутся в декабре, а пока наши ребята продолжают оттачивать мастерство в танцевальных залах Беларуси. Повторимся, пока ты отдыхаешь, твой соперник становится сильнее. Андрей Козлов, Денис Соколовский, Александр Шестакович и Анатолий Долотовский. Агентство Теленовостей.